Математика Когда говорят «математика», обычно представляют себе формулы. И линии, и поверхности в аналитической геометрии задаются формулами, уравнениями. В нашем фильме формул не будет. Мы расскажем о том, как можно получить ту или иную поверхность, перемещая в пространстве простейшие линии. Вращение Поверхность и вращение известны человечеству с незапамятных времен. Если линия движется очень быстро, мы видим как бы след, оставляемый ею в пространстве. Поверхность вращения — это и есть след вращающейся линии. Деталь, выточенная на токарном станке, — это воплощенный в металле след вращения линии, заданный резцом. Самые простые после прямых — линии второго порядка. Посмотрим, какие поверхности образуются, если вращать эти линии. Раскрутим эллипс вокруг малой оси. Получится сжатый эллипсоид. Приблизительно такой же формы и наша планета. Вероятно, она приняла эту форму под действием центробежных сил. А если эллипс вращать вокруг большой оси, получится новая поверхность — вытянутый эллипсоид. Чем больше обкатана морская галька, тем она больше приближается к эллипсоиду. А теперь изменим форму эллипса так, чтобы его оси стали равными. Он превратится в окружность. Вращая ее вокруг любого диаметра, мы получим одну и ту же поверхность — сферу. Сфера — граница шара. Поверхность шара меньше, чем у любого другого тела равного объема. Мыльный пузырь и капля стремятся принять форму шара. Автомобильная камера. Геометр скажет, что это тор. Так называется поверхность, полученная вращением окружности вокруг оси, расположенной вне ее. Осевое сечение зеркала прожектора — парабола. Лучи, выходящие из фокуса параболы после отражения, образуют параллельный пучок. Вращая параболу вокруг оси, мы получим параболоид вращения. Именно такую форму придают отражательным зеркалам. Ту же форму принимает жидкость во вращающемся сосуде. Гипербола. Вращая ее вокруг действительной оси, мы получим двуполосный гиперболоид. Если вращать гиперболу вокруг мнимой оси, получим однополосный гиперболоид. Удивительно, но тот же гиперболоид, поверхность криволинейную, можно получить, вращая прямую, которая скрещивается с осью. Поверхности, образованные прямыми линиями, называются линейчатыми. Одна из них — однополосный гиперболоид. На поверхности однополосного гиперболоида расположено два семейства прямых, которые называются его прямолинейными образующими. Через каждую точку этой поверхности проходят две образующих. Линейчатые поверхности широко используются в различных конструкциях. Так, например, каждая секция башни Шухова имеет форму однополосного гиперболоида. Существует еще один способ образования поверхности — параллельный перенос кривой в пространстве. Вслед от скольжения одной параболы по другой есть гиперболические параболои — поверхность, напоминающая седло. Любопытно, что эта поверхность может быть образована также двумя семействами прямых и, следовательно, является линейчатой. Итак, линейчатые поверхности образуются перемещением прямой в пространстве. Если прямая движется поступательно, образуется цилиндрическая поверхность. На этом принципе основана работа строгального станка. Линия, по которой перемещается образующая, называется направляющая. Характер направляющей определяет форму поверхности. Меняя форму направляющей, получим различные цилиндры — параболические, эллиптические, круговой и другие цилиндры. Если при движении прямой одна ее точка остается неподвижной, то образуется коническая поверхность. Неподвижная точка называется вершиной конуса, а линия, по которой скользит образующая, — направляющей конуса. Рассмотрим прямой круговой конус. Если секущая плоскость перпендикулярно оси конуса, сечение будет окружностью. Несколько изменив наклон секущей плоскости, получим в сечении эллипс. Перемещая образующую по этому эллипсу, мы, естественно, восстановим тот же самый конус. Когда наклон плоскости коси конуса станет равным наклону образующей, в сечении получится парабола. Эту параболу также можно принять за направляющую. Если наклон плоскости продолжать увеличивать, то в сечении будут получаться гиперболы. И гипербола может быть направляющей нашего конуса. Пусть отрезок прямой перпендикулярной оси винтовой линии скользит одним концом по оси, а другим по самой винтовой. Прямая при этом описывает поверхность, которая называется геликоидом. Геликоид, или винтовая поверхность, широко используется в технике. Если прямая скользит по винтовой, оставаясь касательной к ней, то образуется червяк Архимеда. Вы познакомились с некоторыми способами образования поверхности. Возможно, это поможет вам по-иному увидеть окружающие предметы. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ